В определенный момент человек понимает, к чему он предрасположен. Кто-то посвящает себя гуманитарным или точным наукам, а другие погружаются в творчество, выполняют рутинную, но требующую внимательности работу. Внутренний мир каждого из нас удивителен и неповторим. Некоторые могут подчеркнуть его и показать во всей своей красе с помощью создания одежды, интересных аксессуаров и ярких деталей. В рамках программы «Ремесла» мы побывали на показе одежды, организованном учащимися факультета дизайна и искусств Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии, где студенты делают свои первые творческие шаги, организовывают подобный театр мод. Используя этнические мотивы в современном костюме, студенты четвертого курса шьют вот такие вот необычные костюмы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Факультет дизайна и искусства – это некий островок, который всегда полон множеством оригинальных идей, людьми с наличием развитого художественного вкуса, чувства меры и стиля. В коллекции, которые были представлены, они сегодня могут носимым быть, они могут быть свадебными, они могут быть вечерними, но мы хотим показать наш регион, нашу красоту, наш орнамент, наши обычаи через видение своего платья. Но это может только сделать именно художник-дизайнер-модельер. Не имея образования именно художественного, она не сможет этот образ показать, не сможет гармонично представить эту коллекцию, потому что там очень много нюансов. Это цветовая гамма, это, в общем-то, материал, потом подача этого орнамента особенная. Вы, наверное, обратили внимание, там с утажом выложено, там сделаны у нас инкрустации, сделана вышивка из бисера, попетки. То есть все современные материалы, но они переплетаются с истоками нашего бывшего, вот прошлого, с истоками того, что мы получили от наших предков, от наших бабушек, прабабушек. Но сегодняшнее видение мы стараемся сделать современное. Использование этнических мотивов в современной моде предполагает глубокое знание истории национального костюма. Будущие модельеры изучают многовековые традиции и культуру народов Кавказа, используют в своих работах старинные орнаменты. Кавказ в целом, я считаю, алмаз, вот все грани его, которые есть, блестят, это Кавказ. А у нас в Карачаево-Черкесии проживают коренные четыре национальности. Карачаевский, Абазинский, Ногайский, Черкесский народ и русский. И вот эти орнаменты, они уже складываются из местности проживания. Если ближе к горам, это аморфный орнамент, цветочный, то есть стилизованный орнамент животного мира. В основном это барани, рога, вот голова, птицы там, цветочный орнамент. Вот цветочный, он ближе уже идет к князевям, где жили вот черкесы. А Абазин, они тоже в горах жили, они более-менее делают у них смешанный орнамент. И у Карачаевского такой смешанный. А Ногайский, конечно, он ближе даже к восточному орнаменту идет. Но вот эти орнаменты, они, в общем-то, сейчас, сегодня и даже переплетаются. Мы стараемся, конечно, выделить этот национальный орнамент, чтобы был. Но он уже переплетается. Мы берем, я хочу сказать, и в Грузии такой, и в Осетии он такой. Но там есть маленький нюанс, знаете, какие? Вот если национальное платье брать, допустим, осетинское, они стараются внутри платья, в нижнего, показать орнамент. Если мы берем Карачаево-Черкесию, он в нижний орнамент идет. Редко, когда идет внутреннее платье. Ну, конечно, аксессуары там присутствуют. Это обязательно должно быть в этих платьях. Они тоже выделяют национальность, которая одевает это платье. С аксессуарами. Главные шапочки, они имеют разницу по форме, по содержанию тоже. Но самое главное, вот сегодня я хотела бы представить вам, какие вам вещи. Мы вам представили современную ткань, но приблизительно похожа на ту ткань, которая была раньше. В те времена. Если вы видели, допустим, как будто войлок, ну это буклированная шерсть. Толстая такая она, емкая, пушистая. А в причине было войлока. Ну вот мы оговариваем это все художниками-модельерами. Это их задача – подать свой внутренний мир. Факультет существует более 13 лет. За это время учащиеся совместно со своими педагогами достигли хороших результатов. Проекты студентов становятся лауреатами и победителями во всероссийских и международных конкурсах, а также конкурируют не только с работами студентов ведущих дизайнерских вузов, но и с проектами профессиональных дизайнеров. Еще на этапе обучения будущие дизайнеры имеют реальную возможность получить практические навыки в рамках выбранной профессии и на производственной практике. Все престижные конкурсы, которые проходят в России и с международным уровнем, мы всегда посещаем. Я могу даже назвать «Русский силуэт». Вот этот прекрасный конкурс – это он национального костюма, международный конкурс. Этноэрато. Вот, кстати, на обложке – это наша коллекция, восточная. Она здесь войлок вместе с шифоном. И мы его сегодня, вот хочу сказать, эта коллекция на обложке, нам очень приятно, что мы принимали очень много участия в нем, но попала наша коллекция, выбрали авторы. Мы принимаем конкурсы, которые проходят на уровне Российской академии художеств, Международная ассоциация художеств. Там идут конкурсы многогранные. Наличие художественных способностей, а именно огромная любовь к рисованию, подтолкнули Лауру Хабатову в школьные годы создавать красивые образы. И когда пришло время выбора профессии, девочка, не сомневаясь, решила, что будет осваивать именно профессию дизайнера одежды. Сегодня Лаура – студентка четвертого курса факультета дизайна и искусства СКГТА. И о сделанном выборе не жалеет. С самого детства нравилась лукоделия. Сначала я увлекалась рисованием, рисовала все, что вижу в основном природу, людей, своих родственников, родных. А потом как-то я решила сделать так, что я хочу связать свою жизнь именно с тем, что мне нравится. На самом деле, мне кажется, что когда ты выбираешь свою профессию, если она тебе по душе, ты никогда о ней не пожалеешь. На факультете у нас очень интересная жизнь. Мы постоянно ездим на конкурсы в разные города. Вот недавно мы были в Армавире, там мы заняли первое место с этой коллекцией. Потом были в Осетии, там тоже нам вручили спецприз. В целом мне очень нравится эта работа. Мне всегда интересно, всегда открываешь для себя что-то новое. И с этой работой, с этой профессией, мне кажется, человеку никогда не будет скучно. Дизайнер одежды создает моду. А мода – это то, что является важной частью общества. Более того, это часть человека. Через моду человек показывает свою индивидуальность. Ведь умение красиво и интересно одеваться также является искусством. Я шью, советую со своим преподавателем, все равно она больше меня знает, у нее больше опыта. Советуюсь с ней, и она всегда меня поддерживает. Какие бы у меня идеи не были, она мне всегда помогает их воплотить в реальность. В основном у нас коллекция. С девочкой мы в соавторстве ее выполнили. Там шесть моделей, и с ней мы в основном сейчас ездим по разным городам, странам на конкурсы дизайнеров. Что за коллекция? Можешь подробно что-то рассказать или описать там какое-то платье? Эта коллекция называется «Горная лилия». Когда мы ее создавали, мы с самого начала знали, что мы будем опираться на этностиль. Решили смешать мотивы этнические нашей национальности. Сначала мы сделали эскизы, потом наш препод их одобрил. Мы очень долго и тщательно работали над эскизами. Мы их долго выбирали. Потому что если вы посмотрели коллекцию, там в коллекции есть такие интересные моменты. Там, можно сказать, связана история не только там какого-то народа, а в целом всего горского народа, там орнаменток. И вот стиль. Там разные периоды нашей эпохи в моде, вот в их коллекции так проскальзывает скользко. Хотелось бы вначале сказать, что вы чуть-чуть стилистику спутали, а потом подумала, почему бы нет, это их идея. Пусть, да. Ну вот, воплотили, сделали. Что сейчас вот нам поступило предложение, так как они являются победителями конкурса ДАРН. И у нас сейчас приглашают на первый международный фестиваль, который будет проходить в Абхазии. И у них будет бесплатное участие. А как вы знаете, участие в конкурсе – это всегда определенное количество денег. Вам, допустим, участие вот в этом фестивале стоит 25 тысяч. А они, как эти победители, будут участвовать там бесплатно. Будет бесплатное модельное агентство предоставлять им модели. Ихняя цель – поехать, одеть, представить колец в таком плане. Так что жизнь у них очень интересна, я думаю. Сейчас Лаура работает над очередным шедевром. Это пояс для платья из новой коллекции. Огромный акцент делается на ручную работу, а именно на вышивку. Ручная работа сейчас в наше время очень ценится. Как мы знаем, дизайнеры всего мира делают сейчас ручную работу. Огромные платья из бисера они вышивают все вручную. Каждую бусинку, каждый бисер они пришивают именно своими руками. А это Мадина Мамаева. В тандеме с Лаурой они творят красоту. И все от того, что у Мадины, так же, как и у ее подруг, есть огромная любовь к ручному труду и к шитью в целом. Мастерство девушке передалось по наследству. Прабабушка также любила заниматься рукоделием. Более того, в сложные времена, благодаря шитью, она спасла семью от голода. А в целом дизайн одежды – это сложная, кропотливая работа. Мы находимся в постоянном творческом поиске, разрабатываем новые композиционные приемы, рассказывает Мадина. Сначала одобряют эскизы, потом мы уже по этим эскизам начинаем краить, выкраивать в сами палате, потом сметываем, и потом вместе делаем вышивку и шьем. Дизайнер одежды – это своего рода изобретатель. Избравший ее человек, несомненно, должен отличаться креативностью и способностью посмотреть на вещи с необычной, нетрадиционной стороны. Добиться успеха без таких качеств, как трудолюбие и усидчивость, невозможно. Вооружившись всем перечисленным студентки факультета дизайна и искусства СКГТА, на будущее смотрят уверенно и скромно делятся планами. На самом деле мне это никогда не заставляет неудобств. Когда я с головой ухожу в процесс, я даже не замечаю, что я устаю, у меня глаза болят или еще что-то. Обычно я это замечаю, когда уже закончила работу. Но даже тогда, когда я смотрю на плоды своих трудов, мне кажется, это того стоит. Ну и какие планы у тебя на будущее? В дальнейшем я хочу открыть свой дом-мод. Ну, это не точно. Я знаю, что для этого нужно очень много работать, совершенствовать свое мастерство. И я надеюсь, что мои знания, которые я получу в этой академии, в дальнейшем мне в этом помогут. У нас девушки вышивали издревле. Девушка вышивала платок и выходила замуж. Ну и как бы мы на факультете решили внедрить, так как у нас дизайн костюма есть, именно вот этот вид вышивки. Вышивается сам процесс вышивки. Это двусторонняя гладь. Как и в цветном варианте, так и в черно-белом по белому вышивается. Естественно, в цветном варианте не вышивались раньше платки. Они были вышиты белым по белому. И студенты заинтересованы, приходят, спрашивают. Вот одна из студенток сидит, вышивает у нас здесь. Очень искусно. Медина Байрамукова изначально поступала в экономический институт, но обучаясь там, чувствовала себя неловко. Понимала, что это не ее. Девушку тянула к вышивке. С детства она кропотливо отрабатывала навыки ручной работы. Она решила попрощаться с профессией экономиста. И теперь здесь ее обучают делать все, что она любит, но уже очень профессионально. Подружки учились здесь. Они мне рассказывали все, как они делают. И меня это очень заинтересовало. И потом я все-таки решилась и поступила сюда. И вообще не жалею ни капельку. На факультете дизайна и искусства СКГТА имеется и мастерская войлока, где студенты получают дополнительное образование по данному направлению. Войлок – это плотный нетканный материал из шерсти. Благодаря верхнему чешуйчатому слою шерстяного волокна материал имеет свойство сцепляться друг с другом под воздействием горячей воды и пара. Это называется процессом войлока-валяния. А валяние, в свою очередь, очень древняя техника изготовления нетканого полотна из шерсти. При работе с войлоком будущие дизайнеры используют региональный компонент, прибегают к истории народов Кавказа, восстанавливая старинные традиции, рождают изделия в своем уникальном современном видении. Валяние это все идет у нас. Как раз ручная работа. Девочки сами вывалили полотна войлока. Цветовую гамму мы брали, не красили. Мы специально выбираем цветовую гамму черного бараша, коричневая, рыжая, белая. Смешиваем цвета, как художники. Подбираем. Они имеют образование художественное, и они подбирают тот тон, который им надо. И сегодня мы здесь представляем для вас, чтобы вы посмотрели, в новом видении войлок, это декоративное оформление где-то стен пойдет. Это дизайнерское оформление интерьера. И да, там коврики, которые могут украсить любое кафе. Любое кафе можем украсить. И вот сегодня, посмотрите, как он хорошо дышит. Это натуральный, экологически чистый. Он без краски. Он имеет прекрасный наш орнамент. Орнамент наш. И я хочу сказать, что цветовая гамма здесь, она очень мягкая, она такая гладкая, коричневая, нежная с белым. А белый, он не совсем белый, но он имеет оттенок такой, немножко кремовый. Вот этот орнамент один у нас. Я хочу показать панно, которое может украситься. Разрешите, девочки, вот это. Это уже картина панно, тоже настенно. Она здесь с нашими кавказскими мотивами. Это у нас здесь ложка, дед, кони. И орнамент, обратите внимание, там морф нормальный, барашки, стилизованная. Вот что самое интересное. Сегодня он в ковре смотрится, да, у нас, стилизованный. И мы его сегодня можем представить вот в таком красивом изделии, как безрукавочка. Она тоже не крашеная, дышит легко, в жару в ней. Нет, жарка, в холоде в ней не холодно, она дышит, эта ткань. И вот этот орнамент, мы опять повторили здесь, он красиво смотрится, сочетание, как цветок. И вот хочу показать на нашей девочке, которая делала эта девочка, здесь вот так. Она его примерит. Это ее вещь, которую она может спокойно так, приложить, а впереди ее подержите. Вот волосы. Поворачивайся, потихоньку. Посмотрите, как хорошо сможет. Современно. Рюкзачок она взяла, изглазочка тоже сделанный. Ну и пошла вот сегодня некрасиво и не похожа на все остальные модели, которые вот нам предлагают. Нет таких в магазине. Орнамент сначала мы вырезаем на бумаге, накладываем сюда, вырезаем из одного полотна, уже вырезанный орнамент, уже мы прикладываем к этому. То есть получается два уже. Получается зеркальное изображение. Да. Вот тоже такой же, он точно такой, только цветолабином, да? Вырезанный орнамент сюда накладывается, снизу подклеивается и обклеивается вот таким нитками шерстяными. И в конце обшиваются. Профессия дизайнера одежды на сегодняшний день является невероятно популярной и престижной работой, ведь люди всегда хотят носить красивую одежду, при этом еще и выглядеть модно. А если наряд имеет в себе еще и национальную тематику, которая в настоящее время упорно вливается в нашу жизнь, то такой костюм смотрится вдвойне красиво и изящно. Все студентки на этом показе коллекции продемонстрировали свой талант и индивидуальность. Каждая из них. Мы желаем легко построить карьеру, а также хочется, чтобы работа всегда им приносила радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова